Реналь, здравствуйте. Добро пожаловать в Екатеринбург. Здравствуйте, спасибо. Вы с вами в таких полевых условиях, на фоне интершума сзади, если так я нашала. Спасибо вам за такой подарок роскошный Екатеринбургу, что приехали. Спасибо, что позвали в гости. Да, спасибо, что позвали в гости. Мы с радостью, конечно же, приехали. В общем, вам уже раздают везде эпитеты, чтобы главная, новая звезда российского кино и готовы подвинуть с этого небосклона других, не менее фигурных. Я никого не хочу двигать. Нет, 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 ни в коем случае. Я никого не хочу двигать. Я просто рад, что моя работа кому-то интересна. Это очень приятно. Вы везунчик? Да, конечно. В определенный момент в жизни? Конечно. Самое ценное, мне везет на хороших людей, одним из которых в Москве стал Кирилл Семенович Серебренников, который сейчас, благодаря которому я обзавелся потрясающими людьми, которые вокруг меня, которые всегда меня поддерживают и любят. Что ценно. Попали на курс к Серебренникову, это прямо вот такая золотая монета, которая вытянет. Да, да. Ну ладно, а встреча с Бондарчук, с Федором Бондарчуком? Это продолжительный этап, еще одна прекрасная ветвь. Я уже сказал, что мне везет на людей, поэтому да, Федор Бондарчук, это еще один прекрасный этап в моей жизни. Но ангелы-хранители такие, они вас ведут? Ну, видимо, видимо. Наверняка рассказывали эту историю 350 миллионов раз. Давайте еще к первой. От заикания как вы вылечились? Что нужно делать? Я лечусь от заикания до сих пор. Я не вылечил его. Но оно не... Это как бы есть вещи, с которыми ты идешь на протяжении всей своей жизни. Это постоянная работа онлайн, 24 часа в сутки. Поэтому, если кто-то думает, что есть... Возможно, есть те методы, когда ты полностью отказываешься, делаешь так, что у тебя нет заикания, но это, как правило, определенная перестройка. Потому что я пробовал, я разговаривал с врачами, и мне сказали, что нужно менять профессию, если ты хочешь разговаривать спокойно, потому что ты должен быть постоянно находиться в покое. Мне это не свойственно. Я не могу быть в покое. Вы все время... Ну, так получилось. Океан бурлящий. Ну, я не то чтобы там какой-то мегаэкспрессивная личность, но вот, видимо, так сложилось, что покоем не чушь. Поэтому вот как-то так вышло, что ты вот просто каждый раз с этим работаешь. Это очень интересно. Более того, как бы это пафосно не разоглучало, наверное, все же хорошо, что это есть, потому что иначе был бы совершенно, наверное, другой человек, совсем другая жизнь, совсем другое. А жизнь сегодня меня более чем устраивает. И даже вам так скажу, я счастлив. Это очень круто. Да. Серебренников – великий экспериментатор. На все эксперименты вы соглашаетесь или готовы спорить с вашим мастером? Ну, споров не может быть, могут быть только диалоги. Мы можем быть в каком-то диалоге, что-то ты спрашиваешь, выясняешь. Ну, Кирилл Семенович – это большой художник, в первую очередь. И его спектакль, который я видел в «Маленькие трагедии», для меня тому подтверждение, потому что это просто, ну, это спектакль-музей. Это просто невероятное пространство, пространство, шестичасовое шествие мыслей, просто которые дают ответы на многие твои вопросы. Ну, это культовый художник. Что я могу сказать? Поклоняться и только. Фестиваль, на который вы приехали, называется «Слова и музыка свободы». Вы свободны от внутренних каких-то рамок, и внешних в том числе. Мне кажется, ты каждый раз борешься за свою свободу. Это заблуждение вот так вот сказать, взять и сказать, там, я свободный, я, там, ну, что ты еще. Мне кажется, за свободу ты все время бьешься. Мы каждый раз бьемся за свою свободу, особенно сегодня. Вот, поэтому, может быть, не особенно, мне кажется, это всегда происходит. Люди, которые привыкли мыслить широко за рамки, им всегда в этом плане, всегда есть какие-то рамки, через которые, с которыми ты должен вступать в диалог, либо во что-то еще, чтобы они тебя никак не стискивали. Ваша внешность чрезвычайно привлекательна. Это ваши рамки? Где-то да, кстати. Для кого-то да, для кого-то да. Поэтому приходится, опять же, входить в диалоги, чтобы дать понять, что от этого исходить не стоит. Но мужчина может быть красивым? И как вы себя в зеркало смотрите? Мужчины в первую очередь, как правило, да мне кажется, любая женщина и мужчина, они по-своему красивые. Просто есть какие-то, опять же, определенные рамки, и кто-то в них входит как красивый, а кто-то якобы входит как некрасивый. Я для себя таких рамок, наверное, не имею. Есть определенный, наверное, тип людей, которые мне могут нравиться, но если они мне нравятся, они для меня сразу априоли красивые, потому что они красиво мыслят, красиво думают, красиво говорят, красиво любят, извиняются. Красиво живут. А Юлия Перестильт рассказывала, что вы невероятный отец в одном из интервью. Спасибо ей огромное. Это такое прям... Если невероятная мама сказала, что я невероятный отец, это огромное ей спасибо. Справляетесь с этой ролью жизни? Справляться нет. Я, опять же, благодарен за эту роль и своей возлюбленной Сюзанне, поэтому я, опять же, говорю, что я безумно счастлив. Простите, что я так нагло, но я счастлив. Пусть это состояние продлится как можно дольше. Отпускаем вас на репетицию. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Всех благ. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok